Нету пада. Слышно? Как будто бы да? Да. Здесь пада много. Обман. Алдет. Алдет, алдет. Всем привет. Итак, настал тот самый день. Патч 8.11 будет доступен в некоторых странах уже сегодня. Но в СНГ, как обычно, он будет установлен в среду утром. В этом видео я вам расскажу обо всех изменениях патча, о которых не рассказал ранее. Поясню, где же новая карта Эбис, а также в целом расскажу свое мнение о ней. Плюс вставлю вам немного геймплея из игр со стримерами во время теста, чтобы вы могли лучше прочувствовать и понять вообще, что это за новая карта и как она играется. Так что я желаю вам приятного просмотра. И давайте начнем сразу после того, как я расскажу вам, где же лучше всего покупать Валорант Пойнты. Вот ночной рынок у нас появился, а донат Райот все никак починить не могут. И как быть-то, если выпал какой-то крутой скинчик с нормальной скидкой? У меня есть для вас решение. Это проверенный временем сервис Battle Pass. Тут вы можете купить коды для пополнения своего Валорант аккаунта по отличным ценам. На сайте есть множество разных способов оплаты, даже криптой можете оплатить при желании. Все, что нужно, это выбрать необходимое количество Валорант Пойнтов. Не перепутайте, кстати, глобальную версию и турецкую, они отличаются. Ну, на сайте они подписаны, так что перепутать вы не должны. После нажимаете кнопку оплатить и выполняете саму оплату, а уже спустя минуту код будет у вас на почте. Затем вам останется только скопировать его и активировать в самой игре. Сам проверил, никаких обманов, все отлично работает. В общем, Battle Pass это надежный сервис, так что если нужны ВПшки, то ссылку оставлю в описании. На агентах, я думаю, сильно останавливаться не нужно, потому что все уже рассказывал вам в прошлом видео. Тогда показалось, что неонка будет какой-то дикой имбой, но если честно, то это не так. Вы действительно можете двигаться быстрее, но все равно, чтобы играть за неон круто, нужно прямо оттачивать мастерство мувмента. Так что это не какой-то сломанный агент получился. И в целом все довольно-таки балансно. Касательно Айса, вот ситуация поинтереснее. Всех просто выбесил этот Айса во время теста новой карты, потому что вы жмете себе щит, идете убиваете врага, стреляете по шарику, у вас опять щит, потом вы убиваете еще одного врага, и даже если не стрелять по шарику, нажимаете Ешку повторно, и у вас уже третий щит. Если круто попадать, то со щитом можно играть вообще каждую перестрелку, и вот это прям раздражало, если честно, при игре с Айсом. Плюс перед ультимейтом можно себе щит активировать, который тоже очень сильно в таких случаях помогает. В общем, это достаточно прикольное изменение. Тем не менее, его стенка и ослабление все еще недостаточно сильной способности, как по мне, но Айса сам по себе точно стал интереснее. Изменений с Рейной я особо не заметил, хотя я и сыграл на ней всего лишь один матч, и то он таким себе вышел, как по мне, ее сделали только сильнее. Потому что то, что вы не можете себе отхилить больше 50 хп, это пофиг, ведь раньше вы хилили 100, но у вас-то они потом снимались за счет вот этого исчезновения оверхила, а сейчас нет. Плюс на Ешке вы двигаетесь с какой-то бешеной скоростью, главное правильно принимать решение и быстро, куда именно вам двигаться. А так, агент получился классный. Рейде, как оказывается, порезали дальность полетов, то есть теперь вы сможете пролетать в меньшие расстояния. Вот это я точно не уверен, нужно ли было делать, но да ладно, хотя бы сетчилы врагов по-прежнему откидывают, если, конечно, эти враги сами их не уничтожают, и на этом спасибо, как говорится. На Клофф останавливаться даже не буду, изменения совсем у нее минимальные, а вот остановлюсь на новой коллекции, потому что многие спрашивают, стоит ли ее покупать и какая у нее цена. Один скин будет стоить 1750 Валоран Пойнтов, а нож 4350. И вот у меня есть простой ответ, если вам пофиг на внешку, при этом вам нравятся звуки скинов Примордиум, то вы можете брать и эти скины в качестве более дешевого альтернативы. Ну а если вам и внешка зашла, то это вообще победа для вас. Во время игры Вандал ощущался, опять же, по звукам приятно, хотя внешне такое себе, но для ночного рынка коллекция в целом гуд. Ну и за исключением ножа, конечно, он огромный, с ним играть все равно неудобно. Поэтому, да, коллекция неплохая, ну и, конечно, не забывайте, что вы можете выиграть эту коллекцию у меня в Телеге. Там сейчас два конкурса суммарно на 12 тысяч Валоран Пойнтов. Ссылочка в описании есть, а конкурсы оба висят в закрепе. Жмете кнопку участвовать и подписывайтесь. Ну и, в принципе, все на этом. Ладно, далее давайте поговорим по поводу новых фишек патча. А они тут есть. Во-первых, добавили новое отдельное колесо радиокоманд. Ранее у нас было уже одно колесо с базовыми фразами, кстати, оно довольно удобное. Теперь будет еще одно колесо с уже новыми командами. Мне особенно нравится тут пункт «Мотивация». Ко всему этому записали новую озвучку, конечно же, для каждого агента. В целом, функция полезная, особенно с молчанами в Ранкете. Также нам переработали магазин, но не со скинами, а магазин покупок. Сделали все немного симпатичнее, хоть и непривычно на первый взгляд. Из плюсов, теперь вы при открытии магазина будете видеть, какие способности закупают ваши тиммейты. Это удобно, чтобы планировать какую-то стратегию на раунд. Ну и опять же, визуал поменяли. Например, теперь видно, сколько у вас брони осталось. Такс, ну а что там по поводу карт? Эбис будет в игре доступен сразу, и даже будет отдельная очередь только с этой картой. Провисит этот режим целую неделю. Ну а спустя еще одну неделю, Эбис уже добавит в соревновательный мопул. При этом разработчики уже убрали соревновательного мопула Бриз и Сплит, поэтому в следующие две недели у нас с вами останется всего лишь 6 карт. Немного странное, с одной стороны, решение. Почему бы не оставить одну карту, чтобы мопул, как обычно, был из 7. А с другой стороны, я рад, потому что могли убрать Сплит и оставить Бриз, а оно нафиг нам не надо. Есть, кстати, и приятная новость для обладателей слабых ПК, потому что разработчики поработали над многопоточностью на двухъядерных процессорах. За счет этого игра будет работать лучше и грузиться быстрее. Мелочи приятные, как говорится. Также, начиная с этого патча, разработчики внедряют одно изменение, за счет которого будут меньше обузить ремейк матчей. Как оказалось ранее, разработчики никак не следили за тем, что кто-то мог выходить из матча и этот матч пересоздавали, а затем еще раз и еще раз, игроку просто за это ничего не было. Сейчас за этим начнут следить и, вероятно, как-то наказывать, наверное, давать какие-то штрафы, типа как если вы стоите АФК. В целом, думаю, это правильно. Также обновят список друзей, теперь вы будете видеть, когда ваш друг играет в Лоран через консоль, а когда через ПК. Ведь уже 14 июня первые игроки начнут тестировать как раз-таки Валорант на консолях. Кстати, все же для консолей добавят ранговый режим, но только в патче 9.0. Это будет 25 июня. А еще на консольной версии обновили стрельбище, оно там более продвинутое. И, конечно же, для ПК ничего такого не сделали, но хотя бы была надпись о том, что на ПК это появится позже. А с другой стороны, позже у Riot может быть довольно-таки длительным, как мы знаем. Также пофиксили всякие баги, как обычно. Вот можете ставить на паузу и почитать сами, я их всех озвучивать не буду, потому что их достаточно много. Однако, сразу же появились баги и на Эбиси. В целом, было ожидаемо. Например, вы можете провалиться в яму и, используя ультимейт Феникса, выжать в ней. Если поставить правильно спайк, то можно и раунд выиграть. Также есть вот такой баг с Омоном. Можно вообще сидеть в супер неожидаемом месте, но лучше, конечно, такие баги не использовать. Ну и за Йору тоже, кстати, работает такой же баг, как с Фениксом. Но только у Йору за счет двух телепортов можно уйти еще дальше. Тут уже даже с оператора ничего не видно будет, но все равно забавно. Разве что только за Йору вам как бы умирать не надо, и поэтому некоторые игроки могут таким образом руинить. То есть, просто вот тэпаться туда вниз со спайком и не умирать. И все, и как бы раунд вам уже никак не выиграть. Ну и наконец, давайте поговорим про новую карту. Почему на обложке видео написано, что она, возможно, худшая? Пока был тест карты, я прям кайфовал. И мне все нравилось за счет отсутствия барьеров. Карта как бы становится шире, и у тебя появляется возможность для различных интересных мувов, которые реально работают, и это очень меняет геймплей. Так в чем же тогда проблема? А проблема, конечно же, в ранкеде. Если Riot не будут бороться с троллями, которые будут просто-напросто спрыгивать в бездну каждый раунд, или которые будут вас блочить и не давать запрыгивать в сайт, то вот тогда будет настоящая беда. И в этом и будет заключаться проблема этой карты. В остальном геймплей на ней не какой-то супер простой, но он необычный. И это, я считаю, круто. Ну а теперь приятного вам просмотра нескольких клипчиков со стримом. Да, да, да. Ну как это называется? Прыгай, прыгай, похуй! Друзья, я в баксайте. Наверху есть. Сейчас, погодите, я попробую ультануть. А нахуй мне спайк при... Бля, а что происходит? Ульт на всю карту, друзья. Летс гоу. Ебать, я придумал, друзья. Если я долечу только. Бляд! Я как сила убил-то? Направо, направо, ты куда? Сплит Б! А, точнее, тут хуй! Давай, я ультанул, нет? Найс. Ультуй. Налево, 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 налево! Преследую, уничтожил. Я не знаю, где не он-ка. Не знаю, можно брать. Но он не в сайте. Но это мага, его не... Он не призвает. О, вот он! А, нихуя. А, что такое возбуждение? Не знаю, я на хайпе, мне нравится новая карта. А, т.п. Ставлю преграду. Да, это звезда, блядь. Извините, пожалуйста, я клянусь, клянусь. Это не полно. Но если бы я попадать мог нормально, блядь. Это а. Мага, ты готов? Готовься. Раз, два, три! Блядь. Стрела? Пацаны, я не знаю, как лежит. Пашка, два, у меня жены, да. Лишь у них обсуждаю. Остался один враг. Фрэш, хорош. Какой-то хуй не понял. Командная работа. Андерхевен. Одно хапай рейнер, что их обсуждаю. Тойт, куда? Гдэ, гдэ, гдэ. Он за коробкой, за коробкой. Мага, нужен какой-то гениальный отыгрыш. Давай, давай. Скинул пистолет. Скинул лучшие. Выпрыгиваю с карты. Типа мы троллим. Ну, мы тут за стенкой, может быть. Я не знаю, куда я. Я все. Убил. Я понял. Спайк на мау. Остался один игрок. Ты не убьешь моих союзников. Давай, Артем, бай. Рост ходит четыре. Давай. Мап охуенный. Остался один враг. Три патрона. Лишу их обзора. А. Нухуя себе, блять. Альбарой. Балось. Паруник. ОООООО! Пок! Хорош. О, ебать, я быстрый в этой ешке. Ограничил обзор. остался один что бездна пик нужного такой они сейчас могут сюда прыгать аккуратно они они стенку дали какую ебаный щит учила век ебать ты гений на блять минус гдм грустно один в упоре один не упор дефа я тебя прикрываю наполовину дефы наполовину давайте давить и флешку накидываю 3 2 2 все еще я пончу я не пленчу где пленчик помоги сури куда ты я не дам один игрок один даже лол на две тычки показываю лети-лети-лети-лети выживешь на из есть 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 нет страх глазах страх баги баги сюда где блять не хочется пайк планицу блять двойных я под всем я убегаю он время тянет и сейчас развернуться винтах стоит сова мне похуй его убиваю блять